Администрации Читы против Александра Калашникова. Так значится в материалах суда. Или по-другому, чиновники против ветерана труда. О том, как пенсионеры пытаются выставить из квартиры руководство центрального района Читы, мы уже рассказывали. Чиновники зацепились за недостатки в документах и слабую юридическую подготовку 72-летнего Читинца. Их не остановило даже решение суда, принятое в пользу Александра Калашникова. Договор найма на квартиру продлять отказывались. Сегодня очередное заседание. Суд вынесет определение, чтобы разъяснить представителям администрации, уже вступившие в силу решения суда, в котором черным по белому написано, что ветеран проживать в квартире имеет право. Хотелось задать вопрос представителю ответчика, как в прошлых судебных заседаниях ответчик пояснял, что все эти препятствия, которые чинит администрация Калашникова, только лишь для того, чтобы пенсионер узаконил свое право на жилище, узаконил именно в юридическом моменте. Хотелось, конечно, задать вопрос, почему, когда 24 марта Калашников обратился с заявлением в администрацию о заключении договора социального найма, все-таки администрация не заключила. Видимо, посчитала, что недостаточно еще он мотивирован. На суд чиновники из Центрального района, которым для каких-то целей понадобились 23 квадратных метра ветеранской квартиры, не явились, возможно, не желая попадать в кадр телекамеры. Сам Александр Леонидович тоже прийти не смог по состоянию здоровья. Я говорю, продлили бы еще года на четыре. Я больше там, наверное, не проживу. В отсутствие главных действующих лиц суд еще раз подтвердил право ветерана занимать муниципальное жилье. Принято решение заявления ветерана удовлетворить администрацию Центрального района обязать заключить договор социального найма.